Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Вести Хакасия, события недели и я, Марина Конодакова. А сейчас, коротко о том, какой была эта неделя. Последнее китайское предупреждение. Виктор Зимин потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать бизнес, который наносит непоправимый вред нашей земле. Новому бассейну большого плавания. Долгожданное открытие в спорткомплексе Абакан наконец состоялось. Синтетические наркотики выходят на первый план. Что может этому противопоставить республиканская служба наркоконтроля, расскажет ее руководитель Валерий Софьянов. Хакасия отмечает крещение. Все ли делают это правильно? Президент подарил князя приятный ответ на письмо в Кремль, которое написала обычная школьница из села Сапогова. На этой неделе прошло первое в этом году заседание правительства Хакасии. Повестка оказалась богатой. Чиновникам предстояло разобраться с последствиями сильного ветра, который случился сразу после Нового года. А также решить, как бороться с пьяными водителями и серой зарплатой. Обо всем по порядку Ольга Стельмах. Новогодние праздники вряд ли удалось почувствовать властям Хакасии. Сначала землетрясение, ликвидация его последствий, затем теракты в Волгограде и усиление транспортных сообщений по всей России, в том числе и в нашей республике. А в канун Нового года еще один режим ЧАЭС из-за непогоды. Сильный ветер лишил кровли несколько многоэтажек в Сорске, а ФРК Леширинского района унес часть крыши сельской школы. Разрушение в Сорске уже устранили, но вот школьники ФРК Леширинского района вышли с каникул в неотремонтированное здание. На эти вещи нужно реагировать гораздо острее. Мы проходили это все вещи и знаем. Мы за 7 дней можем целой деревне кровли менять, включаться и реагировать. Максимум 3-4 дня вопросы должны сниматься. Штормовой ветер не выдержали линии электропередач. Перебои с энергией произошли сразу в нескольких районах Хакасии. В общей сложности более 7 тысяч человек остались без света. В основной массе нарушения время перерыва составило от 20 минут до 8 часов. И пришлось на конец уходящего года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бейском и Ташчевском районах. Хакас Энерго. У меня вот складывается мнение, что работа руководителя отрицательна. Мы хуже проходили периоды. Ветры дуют, снега идут в Сибирь каждый год. Мы это знаем, мы это предвидим. И все равно повторяем одно и то же. Глава республики распорядился провести прокурорскую проверку и выяснить, как отработали в режиме ЧС муниципальные власти. Ведь в новогодние праздники и на них поступали жалобы. А вот более суровые меры Виктор Зимин предложил ввести для нарушителей дорожного движения. За вождение в нетрезвом виде, забирать автомобиль. Глава республики предложил министрам подготовить соответствующий законодательный проект и уже этой весной выйти с ним на сессию Верховного Совета. По мнению главы, сегодня наказание для пьяных водителей слишком мягкое. И это показывает практика. Число аварий по вине нетрезвых автолюбителей растет. Только за две недели этого года на дорогах республики погибли пять человек. Сотрудники ГИБДД составили протокол на более чем 200 пьяных водителей. Кроме того, у всех на слуху имя злостного нарушителя Георгия Муджикнелли. Лишенный прав под действием горячительного, он уже не один десяток раз попадался в дорожные инспекции. Такой пример был показательный для всех. Ни власть, ни общество не могло с ним справиться. О чем говорит закон? Закон несовершен. Он пересаживается. Его отсюда забирают, он опять садится и пошел. Виктор Зимин не обошел и положительные моменты. В новом году Хакасия претендент на серьезные преференции из центра. А значит республика сегодня должна не только подготовить почву для инвесторов, но и навести порядок в действующем бизнесе. Первый шаг – избавиться от зарплат в конвертах. Предприятия с подозрительно низкими официальными зарплатами, заверил Виктор Зимин, не смогут рассчитывать на грантовую поддержку. Эксперты оценивают эту величину, что платится зарплата в конвертах. До 40% этот объем оценивается на уровне Российской Федерации экспертами. Сложно сказать, каков это процент в Хакасии. Конечно, такого подробного исследования не проводилось, но, наверное, мы в целом находимся в таком российском тренде. До конца января такой срок отвел глава республики для легализации заработков. Уже с февраля работодателями займутся прокуратура, налоговая служба и МВД. Ольга Семех, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. На этом же заседании глава Хакасии дал последнее китайское предупреждение китайским теплицам. Виктор Зимин крайне недоволен тем, что его поручение снести постройки исполняется медленно. Главная задача правительства любой власти – это безопасность населения. За этими овощами стоят болезни наших жителей, а прежде всего дети. Я требовал, чтобы эти теплицы были снесены. Не хватает духа, смелости уходить из постов. Я под свою ответственность взял этот вопрос. Что еще нужно? Борьба с китайскими теплицами давно стала притчей во языцах. Их сносят чуть ли не каждый год и всегда под прицелом телекамер в присутствии разных силовых служб. Потом выясняется, что под бульдозер попала всего лишь малая часть построек. Незаконный бизнес продолжает процветать. Минувшим летом тепличный вопрос вновь обострился, что заставило контролирующие органы в очередной раз выйти с проверками. Мы решили выяснить, каков результат этой работы и возможен ли тут успех. Сейчас так выглядят теплицы, ближе всего расположенные к станции Ташиба. Летом их снесли как самовольно построенные, а осенью сельсовет дал клич людям – разбирайте все себе на дрова и стройматериалы. Теперь тепличные жерди можно найти у домов многих ташибинцев. Хорошо, что их сносят, правда задымляют. Здесь же и дети, и беременные, вечером не выйти, дымище. Сейчас в феврале опять начнется эта ерунда вся. Каждый раз, когда передают, что снесли, и мы идем гулять, а они стоят. Стоят и очень, очень хорошо стоят. Недовольство селян, страдающих от соседства с теплицами, как правило, выливается на китайцев, которые выглядят главными захватчиками и отравителями нашей земли. Между тем, участками владеют не граждане Поднебесной, а свои – граждане России, жители Хакасии. И именно с их согласия и по их интересу развивается огуречно-помидорный бизнес. На случай проверок у землевладельцев есть отличная подстраховка. Они сдают участки арендаторам, на которых и перекладывается вся ответственность. У нас законодательство такое, что собственник, если он в договоре аренды на земельный участок прописал, что он складывает себе всякие обязанности по соблюдению земельного законодательства, что всю ответственность несет арендатор, то практически он себе ответственность сложил. Парадокс ситуации в том, что нарушитель защищен законом со всех сторон. Сегодня контролирующим органам даже сложно получить данные о владельце земли, не говоря уже об адекватном наказании. Только на 5 гектарах земли возле Ташибы ущерб от теплиц как минимум 70 и как максимум 160 миллионов рублей. И пока землевладельцам лишь положен административный штраф – всего 1000 рублей. По мнению экспертов, перекосы в законодательстве надо устранять. Никакими деньгами не измерить вред экологии, тем более что техническое оснащение наших служб не позволяет до конца оценить воздействие импортной химии. Находили на отдельных участках периметанил, который запрещен к применению на территории России вообще препарат запрещенный. Это просто случайно был найден, это действующее вещество. А может быть там что-то содержится такое, что мы не знаем, что искать. Вот в чем опасность есть. Потому что однозначно, что граждане КНР, они наши средства химизации не будут использовать. Вопрос в другом надо начинать еще с границы. Как это все провозится? Потому что это не в кармане провозится, это бочками, мешками. Что сделано на сегодня? По итогам проверок Руссельхознадзора МВД Хакаси расследует уголовное дело против одного из владельцев участков Эдуарда Ухварина, уже, кстати, судимого за организацию незаконной миграции. Прокуратура подала иски против других владельцев участков с тем, чтобы они прекратили выращивать овощи и очистили землю. Другого способа запретить теплицы нет. А на каждый процесс необходимо время. Если у нас все будет получаться именно с заключениями экспертов Красноярского референтного центра, ну и, соответственно, с рассмотрением дел гражданских наших в суде, то я думаю, что может быть даже до лета, ну, по большей части, скорее всего, судебные решения состоятся. Как будет на самом деле, покажет время. Жители Ташибы, уже уставшие от проблем, хотят верить, что начатая кампания закончится реальной победой над китайскими теплицами. Примечательно, что борьба с китайскими теплицами идет очень долго, а вот судьба доморощенных овощеводов совсем другая. Буквально минувшую осенью завершилась процедура банкротства в отношении фермера Александра Милютина. Напомним, в 2009 году его теплицы за долги отключили от света и тепла прямо в канун новогодних праздников. Погиб весь урожай, после чего предприниматель уже не смог дальше работать. Милючин пытался судиться с поставщиками ресурсов, но проиграл дело. В прошлом году его имущество было выставлено на торги. Вот что сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. С молотка ушли квартира в Абакане площадью более 70 квадратных метров, более 400 светильников марки «Урожай», оборудование для капельного полива теплиц и автомобиль. Общая стоимость проданного – более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Пожалуй, самое значимое спортивно-общественное событие в республике на этой неделе было в Абакане. В одноименном спорткомплексе, наконец, открылись бассейны для взрослых и детей. Дата открытия, намеченная еще на осень прошлого года, не раз переносилась. Нетерпение горожан возрастало. Персонал спорткомплекса в ожидании наплыва посетителей готовился к первому дню работы с тревогой. И вот на этой неделе он настал. Первый день работы муниципального бассейна – четверг, 16 января, 14 часов дня. И пока здесь всего один посетитель, что очень неожиданно, учитывая то, с каким нетерпением в городе ждали, когда откроется объект, и тот ажиотаж, который здесь царил в день официального открытия. Один единственный посетитель в 50-метровом бассейне на 8 дорожек был сам обескуражен такой необъяснимой пустотой. Еще подумалось, а все ли в порядке. Я что-то здесь и буду один. Я думал, здесь намного больше будет. И сегодня же открытие, не открытие, все дела. Ну, может быть, вечером будет больше. Выяснилось, что все потенциальные посетители бегали за медицинскими справками. Через дерматологов проходило по сотне человек в день. На административной стойке спорткомплекса телефон не умолкал. При приобретении абонемента вам необходимо иметь справочки на взрослого от дерматолога, а на ребенка дерматолог и энтеропиоз. День официального открытия состоялся накануне. Точка отсчета – первый день Старого Нового года. Торжественно сдан в эксплуатацию третий за всю историю города муниципальный бассейн. 40 лет назад плавательную чашу наполнили водой в 4-й школе. В 1988-м появился дворец спорта, перешедший после в частные руки. Теперь в спорткомплексе Абакан. На дистанцию в группе первых стартующих вышел глава города Николай Булакин. Как признался городоначальник позже, он в звании мастера спорта Советского Союза в этот день тряхнул стариной. Последний старт до сегодняшнего я принимал около 40 лет тому назад. Поэтому вот через 40 лет мне пришлось на открытии городского бассейна еще раз стартануть. Я занимался большим спортом, но в 20 лет пришлось прекратить. Составить компанию городской глава звал главу республики. Виктор Зимин, высоко оценив новое спортивное сооружение, от предложения дипломатично отказался. Благодарить сегодня Георгеновичу за предложение про плей. И действительно мне очень хотелось. Это правда. Я том мальчишке, который рос и учился плавать только на речках в Баскинском районе. Сейчас, когда смотришь на это чудо, это действительно чудо. Это большой подарок. Я бы сегодня хотел от лица правительства, от главы республики лично, как и человека, и жителя республики, поговорить мэра. Строительство бассейнов, финансировавшееся из городского бюджета и длившееся без малого 4 года, обошлось в 450 миллионов рублей. Спортивное отделение по плаванию теперь станет полноценной школой. Плавательный бассейн позволяет принимать соревнования самого высокого уровня. В марте месяце у нас пройдут здесь всероссийские соревнования по плаванию, кубок Сибири. Объект производит впечатление не только внешним видом. Так сказать, дополняют картину, невидимые глазом современные системы очистки воздуха и воды. Это озонирование воды, это обработка воды ультрафиолетом. Это все на стадии водоподготовки перед выходом воды в чашу. Поэтому мы хоть воду и хлорируем, но мы держим минимальный хлор. Это дает чистую воду. Она у нас, видите, и по цветности очень хорошая. Ценовую политику городская администрация провозгласила как демократичную. Месячный абонемент для взрослых на 8 посещений по 45 минут стоит 1300 рублей. Детский – 810. Есть абонементы и на более продолжительный срок, и на разовое посещение, и система скидок, например, для пенсионеров. А в детский бассейн доступ открыт с грудничкового возраста. Это с 5 месяцев и до 6 лет будут проходить занятия. И занятия с детьми из 6 лет до 11. То есть дети будут получать навыки плавания. Детей, которые не умеют плавать, можно обучить в течение где-то месяца. Держаться на воде у них будут какие-то движения, которые в дальнейшем будут позволять им плыть. Здание с бассейнами – это вторая очередь спорткомплекса. Здесь получили прописку и тренажеры. Первую очередь, то есть игровой спортивный зал и административное здание сдали в эксплуатацию два года назад. И уже ведется строительство легкоатлетического манежа. Он тоже станет частью большого спортивного комплекса, аналогов которому, говорят, нет от Дальнего Востока до Урала. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Михаил Окунев, Вести, Хакасия, События недели. Наплыв посетителей, скорее всего, дело времени. Раньше многие абаканцы ездили в соседний Черногорск. Там цены на посещение бассейна ниже, чем в частном клубе «Голдджим». Теперь необходимости в этом нет. Власти вообще рассчитывают, что благодаря такому современному спорткомплексу, как Абакан, а в нем есть самые разные секции, еще больше людей будут приобщаться к спорту. Во второй части выпуска мы продолжим тему здорового образа жизни, а именно от какого зла нужно беречь молодежь. В эфире Вести, Хакасия, События недели. Продолжаем выпуск. В эти самые часы начинается паломничество верующих за святой водой. Сегодня крещение, и уже ночью жители Хакасии могли окунуться в прорубь. Между тем, именно вокруг этого обряда не утихают споры. Нужно ли делать это именно в полночь, и действительно ли сила воды спасает от простуды даже новичков. Наш корреспондент Алексей Гончаренко узнал у представителей церкви и убывал их моржей, как с пользой принять водные процедуры. Люди, любящие купание в ледяной воде, так называемые моржи, в крещенский день, конечно, тоже приходят на водоем. В отличие от большинства, для них православная традиция окунуться в открытый водоем в разгар зимы со стрессом не сопряжена. Я искупалась, мне петь охота сразу же, такое настроение хорошее. Даже если до этого что-то было не так, начинаешь понимать, что все мелочи жизни. А лучше всего, говорят моржи, к зимнему купанию начинать готовиться, когда тепло. Так делают многие. Просто сезон осенью не заканчивают, а он становится круглогодичным. Лето переходит в осень, и постепенно можно приходить на водоем хотя бы раз в недельку и окунуться. Не обязательно там нырять. До плеч достаточно. Есть и предостережения, которые не стоит игнорировать. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилептики и гипертоники. Даже бывалым моржам перед заходом в воду стоит смерить давление. Это только со стороны купания в стадионной воде кажется некой забавой. А организм серьезно реагирует на температурный контраст уже в первые секунды. Человек рефлекторно вдохнул, и все. А выдоха рефлекторного нет. Это так реагирует организм у каждого человека. И поэтому нужно человеку самому выдохнуть, несколько раз выдохнуть. Церковь о купании в крещенский день говорит с точки зрения не только здоровья телесного, но и духовного. В воду в этот день не только окунаются, но и разбирают по домам, почитая ее как магическое средство для исцеления. Но святую силу, говорит отец Сергей Тимонов, она обретает только после обряда великого освящения и не терпит потребительского отношения человека. Если он берет эту воду, не проводя жизни православную, христианскую, хотя бы в какой-то относительной степени, а продолжая совершать сплошные беззакония, то неудивительно, что у этого человека дома вода буквально через неделю зацветит. Что касается крещенского купания, то необязательно это делать непременно в полночь, согласуясь непонятно откуда взявшейся традиции. Побыть на божественной литургии в любом храме, приехать, если есть желание, в Никольский храм сюда и пойти крестным ходом побыть. И после того, как люди набирают воду, в принципе, купель, вот доступная, пожалуйста. Говоря о водных процедурах, представители церкви и любители зимнего плавания сходятся в одном. И те, и другие не одобряют употребление спиртного, хоть даже самой малой дозы для храбрости. И потому что это не соответствует обряду и наносится ущерб здоровью, и полноты ощущений от окунания не получается. А теперь о мнении синоптиков, вернее, их прогнозе погоды. Крещенских морозов в республике пока не ожидается. На следующей неделе ночами будет минус 20-25, местами до минус 28. Днем от 8 до 15 градусов мороза. Этой зимой над Хакасией проходит как никогда много теплых воздушных масс, из-за чего на данный момент январь оказался на 4 градуса теплее нормы. Последний раз такое было 11 лет назад, причем тогда отклонение от нормы составляло до 8 градусов. И к другим темам наркологи Хакасии констатируют резкое снижение числа наркоманов, употребляющих дезаморфин, или, как его еще называют, крокодил. Если в 2012 году из общего числа пролеченных пациентов наркодиспансера они составляли 80%, то в 2013 году только 9. По данным химико-токсикологической лаборатории, количество выявленных потребителей дезаморфина снизилось более чем в 4,5 раза. В первую очередь это связано с тем, что полгода назад запретили свободную продажу кодеиносодержащих препаратов, из которых и делается наркотик. Купить их можно только по рецепту. Жертв крокодила стало меньше, однако это не снимает остроты проблемы, связанной с употреблением других наркотиков, в том числе и синтетических. Для наркополицейских Хакасии это цель номер один. На прошлой неделе стало известно о том, что силовики задержали крупнейшую в истории республики партию наркотика GVH-018. Почему это дело так важно для службы? И в чем опасность синтетики? Мы поговорили с начальником управления Федеральной службы наркоконтроля по Хакасии Валерием Сафьяновым. Валерия Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю начать наш разговор с громкого дела, которым отметилась работа вашего управления уже в этом году. Дело касается изъятия крупной партии синтетического наркотика GVH. Это действительно достижение ваших работников, так как изъятая партия хватила бы внимания на 450 тысяч доз курительных смесей. Больше, чем половина населения нашей республики. Вы можете какие-то подробности этого дела раскрыть? Ну, справедливости ради хочу отметить, что это материалы Хакасской таможни. В начале января этого года была проведена реализация имеющихся оперативных материалов. В ходе реализации были задержаны получатели посылки, которая пришла из Китайской Народной Республики. Уголовное дело было возбуждено Хакасской таможней. Сейчас оно передано нам для дальнейшего расследования. Ну, действительно, это самая крупная партия этого вида наркотиков, которая была в Хакасе изъята за весь период существования органов наркоконтроля. Ну, коммерческая стоимость изъятой партии очень большая. Но происхождение китайское уже на сегодняшний день оно доказано и подтверждено многими фактами, которые сейчас проверяются. Поясните, действительно ли сейчас в Хакасе проблема распространения именно синтетического наркотика выходит на первый план? И почему растет популярность этого вида наркотиков? Ну, популярность чем обусловлена? Тем, что сбытчики, они широко рекламируют псевдо-илегальность этого вида наркотиков. А то, что за употребление этого вида наркотиков, за операции с этим наркотиком не предусмотрена ни административная ответственность, ни уголовная ответственность. Это привлекает потребителей. На самом деле это не так. То есть все факты оборота незаконного, что GVH, что Фубинака, что ПВП, это вот разновидности синтетического каннабиоид, это все подлежит уголовному преследованию. Ну, соответственно, в 2013 году порядка 25% возбужденных уголовных дел нашим управлением, оно именно связано с незаконным воротом синтетических каннабиоидов, как правило, китайского происхождения. Есть еще такая проблема, как реклама, которая в принципе не прикрыта, и идя по улицу можно увидеть надпись «Спайс» рядом номер мобильного телефона. У простого человека возникает закономерный вопрос, неужели так сложно поймать распространителя, вот он телефон, найти этого человека и привлечь его к ответственности. Вот насколько эффективна борьба с такой рекламой и почему эти надписи все-таки продолжают появляться? Ну, действительно, факты рекламы имеются, в том числе у нас в Хакасии, ну и вообще по всей стране. Здесь я бы условно разделил эти все моменты на несколько групп. Это первое, это факты мошенничества, которые предполагаются. Именно даются телефоны, куда потребитель скидывает деньги, в итоге он не получает ничего, теряет деньги. Второй момент, именно действительно эту рекламу дают сбытчики, группы, состоящие из нескольких сбытчиков. То есть те, которые там карты рисуют, те, кто закладки ложат, те, кто там другими вопросами занимаются, поставки. Вот в этих случаях мы действительно занимаемся выявлением таких лиц и оперативной проверкой их на предмет причастности к незаконному обороту именно синтетических каннабиоидов. Вообще в Хакасии создана межведомственная группа в прошлом году еще. Ну, соответственно, проводятся совместные оперативные родственные мероприятия. Ну, результаты они говорят сами за себя. Вот я про 25% сказал. В органах внутренних дел, насколько я знаю, тоже есть уголовные дела этой категории. Вот в других правоохранительных органах тоже имеются результаты. Поэтому вот кажущаяся безоказанность сбытчиков каннабиоидов, она действительно кажется. Работа ведется. Но результатов здесь достичь не так-то быстро. Требуется время определенное. Сложность в чем? В том, что используются различные новинки, связанные с современными технологиями, с компьютерной техникой, с сотовой связью. Вот буквально недели две назад сидели со знакомым, и к нему на телефон пришло смс-сообщение о том, что легальный спайс, стоимость, и, соответственно, стоимость самого наркотика, и стоимость услуг, в случае, если, допустим, знакомый согласился бы заниматься. Ну, тоже непонятно, откуда тот же номер телефона стал известен. Сейчас нас наверняка смотрят немало родителей, и вот, чтобы они понимали, как им все-таки определить, употребляет их ребенок наркотик. Я тоже сам родитель, у меня двое детей. Я думаю, что в первую очередь нужно больше общаться с детьми. И в случае появления признаков какой-то нервозности, излишней, как сказать, агрессивности, ну, каких-то других неестественных признаков в деятельности ребенка, ну, не бояться обратиться к специалисту. Бывает, некоторые потребители начинают веселиться, видеть мир в ярких красках, любить всех людей. Случаются такие факты, что, наоборот, употребление этого наркотика вызывает агрессивность, ненависть ко всем окружающим. Вот, сокращаются расстояния, то есть человек после употребления может шагнуть с подоконника. Чем этот вид наркотика страшный? Тем, что последствия непрогнозируемые. Спасибо за ваши советы, я думаю, они будут полезны нашим телезрителям. И еще раз благодарю вас за беседу. Мечты сбываются не только благодаря «Газпрому». В четверг вся республика узнала о том, что 11-летняя Женя Ефимова из села Сапогова написала письмо президенту и попросила его не о планшете или новом платье, а о настоящем живом коне. О том, как стало возможно исполнение желания, смотрите в следующем материале. Евгения Ефимова в свои 11 лет Деда Мороза с трудом верит скорее, чтобы не разочаровывать родителей. Но то, что в новогодние праздники все-таки случаются, чудеса теперь знает точно. Главное правильно сформулировать желания и с адресом не напутать. Дед Мороз покупает подарки, а ему не хватит денег. Вот я и написала Путину Владимиру Владимировичу. В конверт с пометкой «Кремль» Женя вложила самую заветную мечту. Загадала не навороченный телефон, никакую другую электронную новинку, а выбрала подарок сердцем из грации. Девочка попросила у главы государства лошадь. Скакуна доставили. Правда, через посредников Минсельхоз Хакасии. Оказывается, и такие письма доходят, и на них обращают внимание. Администрация нашего президента отписала данную просьбу уже непосредственно в регион. Глава Хакасии, естественно, только за. Новость стала настоящим сюрпризом для родителей юной наездницы. Любовь к лошадям они, конечно, поощряли. Женя занимается в конно-спортивной секции, но о том, что сами обзаведутся жеребцом, даже представить не могли. Ребенок, так скажем, уже объявил, когда само письмо пришло, ответ от президента. Она просто бредит лошадями, любит их, и это для нее очень, ну, так скажем, сбывшаяся на сегодня мечта, очень заветная. Любимца девочка выбрала сама из целого табуна в соседнем селе. Символ наступившего года по кличке князь уже освоился у новых хозяев. От сахара и морковки пока отказывается, но овес пришелся по вкусу. Основную работу по уходу Женя взяла на себя. Мы к нему не могли совсем подойти, даже на 10 метров. Мы его уже приучаем к уздечке, но... А потом уже через полгода можно и уже и к теплу приучать. Сегодня в мечтах у школьницы из села Сапогово скорее завоевать доверие у президентского подарка и прокатиться верхом. А когда сама вырастет, стать хорошим ветеринаром и заводчиком лошадей. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. Хорошо, когда у детей есть спортивные и другие увлечения. А вот региональное отделение Союза композиторов решило приобщить школьников к музыкальному искусству, в том числе к национальным песням. Понимая, что о музыке не надо говорить, а надо научиться ее слушать, общественники организовали для ребят специальный конкурс. С подробностями Юлия Константинова. Полина Суслова решила принять участие, как только узнала о конкурсе «Материнская земля». Во-первых, рассказывает, люблю создавать презентации. Во-вторых, музыка понравилась. Наконец, захотелось перевести текст с Хакасского, чтобы подобрать подходящий видеоряд. Я узнала традиции, праздники хакасского народа. Допустим, праздник Чилпазы. Это праздник начала года, Нового года. Они перед этим, Хакасы перед этим праздником убираются тщательно. Весь ссор убирают, весь мусор. И за забором у калитки оставляют один маленький ссор, чтобы не вымести удачу. Ну вот, как бы, очень познавательно было, интересно. Именно эту цель, ближе познакомить ребят с творчеством хакасских композиторов, писателей, фотографов и художников, с достопримечательностями нашей малой родины, ставили перед собой организаторы конкурса. На средства гранта Министерства культуры Республики записали в Москве фонограммы песен хакасских композиторов. На выбор участникам предложили две. Георгия Челбаракова «Счастье матери» и песня хакассии Татьяны Шалгиновой, отрывок из которой звучит сейчас. Хакассия, край мой, добра и любви, К тебе возвращаюсь, хоть с края земли. Самое высокое чувство у человека, когда душа, дух человека поднимается, но на высоту птичьего полета. На высоте птичьего полета он видит нашу красивую землю, нашу тайгу, степи, реки, озера. Всю красоту и, кроме этого, и зверей, и птиц, и, конечно, людей, прежде всего, своих родных, близких, друзей и вообще людей, которые живут. Нас в хакассии не так уж много, нас всего полмиллиона. 500 тысяч человек, которые любят эту землю, и когда человеку тяжело бывает в жизни, конечно, думай о родной земле, о том, что ты живешь на такой благодатной, прекрасной древней земле, они как-то сбивают человека от своих каких-то личных проблем, и человек становится шире, то есть увеличивается объем личности. Желающих попробовать свои силы в качестве автора электронной презентации было немало, однако жюри отобрало 19 работ, каждая из которых позволила по-новому оценить известные, любимые в хакассии песни, взглянуть на самые посещаемые места, праздники окружающих людей. Все участники конкурса и преподаватели, начинающих режиссеров и, возможно, будущих операторов, получили дипломы, сертификаты, ценные подарки, а планшеты, видеоплееры, победители. Трое за третье место, столько же за второй и две девочки. Янгулова Карина, ученица Таштыбской первой школы, и Суслова Полина, семиклассница Черногорской, 16-й, разделили первое место. Я находила образы, вставляла, потом меняла, чтобы картинка получилась красивой. Было, конечно, какое-то чувство, хотелось выиграть, потому что все же старались. Ну вот, получилось, что выиграли. Возможно, не последний раз, ведь есть надежда, что конкурс «Моя земля» станет ежегодным и более масштабным. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, Твести Хакасия, События недели. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова